Здравствуйте, друзья! Сейчас мы с вами ознакомимся с одной маленькой, но очень гордой и бесплатной игрой, которая называется Mustach Armies. Это игра с прошедшего, ну точнее вот с последнего конкурса Ludum Dare, это 26-й был Ludum Dare, и темой его был минимализм. Вот давайте, собственно, посмотрим, что получилось. Я уже единожды в неё поиграл, нам сначала показывают превосходящие, мягко говоря, нас силы противника, но есть в этой игре один такой, на мой взгляд, значительный нюанс. Управление крайне просто, стреляем на мышки, бегаем, точнее двигаемся, потому что мы и прыгаем в том числе тоже при помощи стрелочек. Причём, вот обратите внимание, вот звук выстрела такой, как будто сам кто-то озвучил такой пиу-пиу-бластер. Давайте уже приступим. Есть у этой игры одна на самом деле, ну как минимум одна такая чудесная особенность, которую я очень надеюсь вам продемонстрировать. Так, давай, давай, давай. На самом деле вот с подобного рода геймплеем я видел как минимум флешки, но... То есть тут в чем фишка, я вам сейчас покажу, как только, да, как только погибнет мой персонаж. Вот, что мы можем здесь за определенную сумму денег, а у нас, видите, сейчас вот 60 долларей, мы можем приобрести другого персонажика, но я сейчас не могу, поэтому я так, бах, нажимаю просто Enter и выбираю самого обычного солдатика. Но, видите, стоит какой-то еще один. Я, честно слово, сначала, когда запустил, даже в какой-то момент испугался, что играю почему-то в мультиплеере, хотя меня не предупредили, но оказалось, что все немножко не так. Посмотрите, ничего не узнаете? Вот я сейчас некоторое время сам постою и... Хотя нет, стоять не буду. В общем, расскажу вам на словах. Этот персонажик, это прошлый я, и он совершает абсолютно такие же действия, что совершал я. И погибает именно в тот момент, в который погиб я в прошлый раз. Вот это вот, на мой взгляд, очень интересная особенность данного проекта. Сейчас, оп-оп-оп, бежим, которая его выделяет в ряду обычных каких-нибудь флешек, где нам дают, скажем, задание кого-нибудь там убить, чаще всего всех. Спасти там, может быть, некоторое количество заложников. Все, вот у него до сюда долетает, а у меня чуть дальше. Я так раз сейчас и схитрюсь, и пойду на смерть, потому что здесь очень важна динамика. Без динамики здесь получается, что, ну, не весело получается. Это я сейчас покажу. Видите? Сейчас вот те двое остались, а я играю за этого маленького ниндзю. Обожаю скотану, знаете, так бегаешь и всех кромсаешь, рубаешь. Вот. А те ребята, видите, они как бы действуют по своему сценарию, потому что у них свои определенные действия, которые они совершали в прошлых раундах. Причем самое интересное, ну, один из таких вот интересных моментов заключается в том, что они ведь мне при этом еще и деньги зарабатывают, понимаете? То есть они же действия все эти производят, поэтому все деньги, заработанные ими, они, в общем, моими остаются, видите? Можно поболеть за себя. Что меня здесь еще обрадовало? То есть обычно мы с вами все грешим на тупость искусственного интеллекта, а тут, получается, ни на чью глупость, кроме себя прошлого, вроде как и не поругаешься, потому что все ошибки совершены тобою. Мне вот очень понравилась эта идея. Я бы, на самом деле, прям с удовольствием увидел какой-нибудь такой более, скажем так, объемный проект в этой же тематике от тех же самых, естественно, разработчиков. Но пока что, к сожалению, не могу ничего сказать, намечается ли у них что-нибудь такое. Еще раз взять ниндзю. Побежим. Тут вот так такую распрыжечку и сюда побыстрее тут мясца накромсать. Давайте уже возьмем этого пулеметчика и пойдем. Он должен быть достаточно мясным. Нет, что-то какой-то он недостаточно мясной оказался. Побегаем еще за вот этого вот парня с двумя катанами. Так, давай. Вот честно. Потому что, на самом деле, сейчас вся игра, что, в общем, неудивительно, потому что, ну, как участник конкурсной программы, эта работа была исполнена за три дня. Я здесь использую именно термин исполнена, потому что она не просто выполнена, она именно что исполнена. Так. Оп. Теперь рокет-ланчер. Ой, то есть не рокет-ланчер, конечно. Гранатки, гранатометик. Так. Ой, а интересно, а я себя вот этими взрывами тоже задеваю или нет? Черт. Не пережил. Блин, а теперь денег маловато. Ладно, давайте немножко сейчас мальца отсидимся, а потом пойдем подчищать хвосты. Вот смотрим, как эти все ребята, а точнее все вот эти бесконечные прошлые я выполняют за меня грязную работу. А я потом возьмусь за этого... Ай, за ракетчика хотел взяться. Давай, 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 давай. Нет, нет, нет. Убил. Есть. Ну, хоть так. Снова давайте. За паренька с катанкой. Так. Мне нравится, понимаете? Действительно, как бы наблюдаешь сам за собой. То есть в Супер Мид Бои, например, где вот я тоже видел подобную фишку, там мы можем только в конце пронаблюдать там некоторое количество своих прошлых попыток. Здесь же все прошлые я участвуют в процессе. Действительно все. Ну, правда, другой момент, что мне, например, было бы еще прикольно увидеть такую вещь, как, скажем... Ну как? Здесь вот прошлые я исчезают в тот момент, когда они погибли. А вот если бы в момент исчезновения, то есть если у них еще есть здоровье в этот момент, да, и у них бы, скажем, раз, и управление ими принимал на себя искусственный интеллект. Вот если бы это было так, мне кажется, это было бы вообще суперкруто. Вот реально суперкруто. Так. Туда запустим. Что-то как-то они недалеко летят, эти ракеты. Блин. Надо еще от чужих ракет скрываться. Давай. Ой, стоп. Я сейчас развернулся. Что-то да. Там вот катанщик у нас уже уничтожил. Я сейчас разберусь с этими ребятами. Что ж, взрывы до меня долетают. Нет, нет, нет. Все. Вот сюда. Мы сейчас остались с ним вдвоем практически. О. Отлично. Сейчас я так планомерно постараюсь хоть что-то расчислить. Последний залп. Фу. На что-нибудь я накопил. Нет. Полторы тысячи нужно на танк. Возьму еще одного ракетометчика. Самый крутой, знаете, такой дредноут боевой целый. Стоит целых пять тысяч. Я уверен, что вы его еще увидите в моем исполнении. Просто проявите терпение. Обязательно будет. В чем-в чем, а в этом я уверен. Так. Смотри, как забавно бегает. Оп-оп-оп-оп. Такой. Ганном стайл. Такой. Так. Сюда. Пошел. Ой, танк. Черт, вот мы и встретились с танком. Блин, а почему денег-то меньше стало? Ладно. А, наверное, потому что я погиб раньше. Нужно немножечко потерпеть. Немножко потерпеть. Вот сюда. Нет, я не умею терпеть. Мне хочется как-то быть на острие атаки. А эти все прошлые я, они такие бойкие ребята. Что они мне не дают побывать на острие атаки. Все. Будем тусоваться с этими двумя ракетчиками. Которые там, не знаю. Я там... Я 15 и я 16. Я их буду так называть. Примерно. Так. О, танк. Вот, танк это непреодоленое мною пока испытание. О, все. У меня теперь есть свой танк. Отлично. Главное сейчас немножко не перегибать. Потому что если я полезу на передовую, то получится так, что я... Ну, как бы это объяснить. Бегу вперед времени. Потому что основная моя атака, она же идет несколько... Ну, вот, вот, вот. Сейчас я на острие атаки. Мне нужно немножко дождаться, пока они уйдут вперед. Расчистят все то, что они способны расчистить. И тогда выйду на арену я. Такой весь красавец в сияющих доспехах. И буду двигаться дальше. Так, вертолет. Во! Вот первый дредноут. Там, не знаю. Джиггернаут. Вот, в общем, супер робот какой-то моднявый. Хотя бы с вертолетом бы справиться. Очень было бы отлично. Но ракетометчика давайте. Хотя бы ракетометчика нет. Не получилось. Ну, ничего. Я сейчас еще раз возьму танк. Пойду с предыдущим я танком. Аккуратненько. Ну, я сейчас немножко иду вперед. Потому что знаю, что могу себе это позволить. Вот. Прошлый я. Так. Блин. Прошлый я оказался хитрее. Увернулся от ракеты, а у меня не вышло. Давай, прошлый я, догоняй. Сюда. Ракетометчика снимаем. Танк вражеский. Нет, нет. Подпрыгивай танк. Чего ты не подпрыгиваешь? Все. Отлично. Вот сейчас пошел прошлый я. Он будет пытаться снять вертолет. И мне ему надо в этом помочь. Причем я буду... О, вот он на себя собирает часть снарядов. Отлично. А я тем временем постараюсь... Все, я добил вертолет. И сейчас вот он помрет. Да. Но я добью ракетчика зато. А, бабах. И немножко по дредноуту бабахнули. Сейчас я возьму... Обычного ракетчика. Потому что мне нужно подкопить финансов. Хотя бы на вертолет. Потому что если у меня будет вертолет, то я уже смогу оказать поддержку с воздуха, так сказать. Но на вертолет нужно целых 3000 долларов. Так, что-то как-то я вдруг вылез на передовую. Хотя сам этого практически... О, неплохо. Оказывается, я добиваю до туда. Оказывается, у ракетчика радиус действия снаряда больше, чем радиус действия снаряда у танка. Ну, по крайней мере, как это называется? Зона поражения там или еще как-то... Ой-ой-ой, вот сейчас вот очень опасно. Но зато я действительно подкоплю средств. Там еще какой-то... Один из прошлых я. А, вот теперь помер. Но почему-то он отправил... О, ровно 3000. Отлично. У вертолета немножко рефлексивное управление. То есть мы его направляем в определенное место. И он начинает лететь. Поэтому из ним нужно управлять аккуратнее. Следить за тем, чтобы он у вас не улетел куда не надо. Зато... Целиться из него можно прям как из танка. Видите, у нас появляется прицел. А вот, например, у каких-нибудь там ракетчиков и солдатиков у них прицел? Нет, они стреляют только туда, куда смотрят. Так, это я что-то как-то шибко-бойко. Нужно дождаться меня на танках и меня, ракетометчика, чтобы они немножко мне... Чтобы они потанковали, пока я буду дамажить. Так, ну вот, на самом деле, по большому счету, я сейчас зря стреляю по вертолету. Потому что вертолет и так был бы уничтожен. А я только трачу драгоценные ресурсы. Я должен его убить? Черт, ну почти же, а. И вот что теперь? Я возьму ракетчика, и реально, ракетчиком из засады буду сейчас фигачить просто. Видите, сколько тут уже меня побывало? А сколько еще успеет поучаствовать, скажу я вам. Страшно представить. Самые прикольные ребята, конечно, это вот с катанами. Серьезно. Когда я начинал в эту игру играть, я подумал... Блин, ну я играл уже в такие флешки. Я думаю, что, в принципе, часть из вас тоже играла в подобного рода флеш-игры. Где нам дают там задания, мы покупаем себе солдатиков. Потом у нас появляется возможность покупать себе всякие танчики и так далее. И мы должны там дойти до конца карты, условно говоря. Ну все как здесь, по сути. Я подумал, ну, в принципе, ладно. Почему бы нет, действительно. Почему бы нет, почему бы не поиграть в подобного рода интерактивное развлечение. Это может быть действительно весело. Но потом оказалось, что все гораздо прикольнее. А что это, подождите, нет. Секунду. А почему я не могу нанести ему повреждения? Почему мои снаряды пролетают сквозь него? Объясните мне, пожалуйста. А, нифига себе. Так, оказывается, за ракетчика, в общем, это не так просто. Придется взять танк. Ладно, у меня будет засадный танк. Окей. Так вот, в общем, я подумал, что, ну ладно, во флешке я такие играл. Они у меня там, в принципе, более-менее даже можно сказать, что на некоторое время могли меня увлечь. Я посчитал, что ладно, поиграю в что-нибудь такое. Окей. Помер, значит, самой солдатик. Я появляюсь, вижу, что рядом со мной стоит еще один солдатик. Это мне стало непонятно. И он такой, главное, как бы стоит. Вот. Стоит, ничего не делает. Потом вдруг раз, начал бежать. Я думаю, о, может, у меня какого-то помощника дали, там, искусственный интеллект, все дела. И только, скажем так, на солдатика, наверное, третьего, четвертого я понял, что... Черт побери. Да это же прошлый я. Этот чудесный парень, который знает, что нужно делать. Понимаете? Вот ко мне снизошло это озарение. Есть, получи. Мне сейчас очень важно хотя бы десять... Во, все. Я заработал пять тысяч, а это означает, что я сейчас как вылезу отсюда на дредноуте. Мало вообще никому не покажется. Все, берем. Как ты называешься? Да неважно, я буду называть тебя дредноутом, так или иначе. И вот это уже машина просто. Это просто машина для убийства. Я немного подожду, чтобы вот основную вот эту всю массу мелочевки сняли. Ну, зато сейчас проступит такая небольшая слабость геймплея, который заключается в том, что вот эта вся наша обычная армия, солдатики, да даже вертолётики с танками, они разбиваются об вражеские дредноуты. Ну, разбиваются так, то есть застревают прям конкретно на вражеских дредноутах, пока у нас не появляется свой дредноут, который, в общем, способен уже совладать с врагом, так более-менее. Но именно поэтому получается, что, к сожалению, вот видите, основная моя самая такая массовая армия, она остаётся за кадром сейчас. И фактически оставшуюся часть пути я, если, конечно, специально не стану покупать, как бы там, ну, какие-то там, не знаю, танки-вертолёты, я пройду дредноутами. Вот. Что, в общем, конечно, там, ну вот да, сейчас мне, конечно, придётся закупить вертолёт, потому что я немного торопился, но получается так, что вот массовка только в начале, а потом, поскольку вся эта массовка так или иначе разбивалась об различные дредноуты и прочее, да, то массовка вся исчезнет в любом случае. И дальше пойдут только такие вот тяжёлые войска и, в лучшем случае, там, вертолёты-танки. Но будет просто, на самом деле, толпа дредноутов, скорее всего, и пара вертолётиков. Вот. Вот в этот момент геймплей немножко провисает. Во всём остальном, мне кажется, находка вообще вот просто чудесная, офигенная и классная. То, что сделано такая... Мы получаем возможность поиграть в кооперативе, ну, конечно, там, с изрядной долей условностей, да, но, тем не менее, можно назвать это своего рода кооперативом с самим собой. И вот меня это реально порадовало, потому что вот ты сидишь, вот, лупишь там из вертолёта по врагу, да, и думаешь, блин, прошлый я, какой же ты идиот, что ж ты делаешь-то, куда ж ты лезешь-то, тебе вот это надо делать, а ты тут вообще как дурак просто себя ведёшь. Откуда танк? Слушайте, один из прошлых я доехал на танки досюда, давайте-ка я, текущий, тоже поедет на танки туда, куда-нибудь посмотрим. Просто мне кажется, веселее, да, немного веселее, было бы наблюдать вот всю эту массовку до конца. Представляете, идёте с тридцатью прошлыми собою, и вот вы вот этой всей весёлой, там, прямо расчудесной гурьбой берёте приступом вражескую крепость. Это ли несчастье? Действительно. Не это ли то, чего мы все ожидаем от, собственно, онлайн-игр, да, когда мы там, ну, я думаю, ни для кого не секрет, что часто мы там начинаем что-то орать на команду, команда у нас всегда тупая, нифига не умеет там, ну, естественно, это происходит вне зависимости от того, что там на самом деле и кто в чём виноват. А тут всё, понимаете, бах, и обвинить-то некого. Сам играешь, вот он, вот здесь вот всё то, что на экране, это я сам играю. Но это я уже повторяюсь, на самом деле, поэтому давайте просто сосредоточимся. Блин, да что ж такое-то, мне опять, сейчас опять танк-то солью. Всё, идите вперёд, бывшие я, сливайтесь вы. Я, ну, я сейчас тоже сольюсь. Зато накопил на мордастенького. Давайте, сейчас первый пусть пойдёт мясом, а второй уже немножко умнее, причём он так может хитро руку выгибать. Оп-оп-оп-оп-оп. Не знаю, не знаю как вам, но мне вот графический стиль этой игры тоже нравится. Выглядит так забавно, такой задничек, на который, например, те же самые вертолётики, да и всё остальное, тени даже отбрасывают. Так, вот всё, теперь уже можно немного подразогнаться и шквальным огнём встретить вражьи силы. Так, немножко нужно поодаль, потому что вот эти громадные снаряды, которые выпускают вражеские дредноуты, они бьют по площади, поэтому лучше какие-нибудь заградительные силы пускать немножко вперёд от себя, они будут собирать снаряды, а мы будем оставаться в относительной безопасности. Так, прошлые ядры дноуты, ну-ка давай вперёд. Ты сейчас погибнешь вообще-то, да, я вспомнил, да, ты сейчас погибнешь, но у меня останется совсем-совсем недавний я на танке, который... а, который сейчас сзади меня прячется, подлец. Иди вперёд, всё, ты погиб. Я сейчас сниму пехоту, чтобы будущий я мог сосредоточиться на дредноуте. Я сейчас даже постараюсь пройти сквозь него... Чёрт, у меня пройти сквозь него не... Блин, и у меня не хватает на дредноута. Ну что ж, ладно, будь ты проклят, прошлый я потратил все мои деньги, теперь мне придётся ехать на танке. Хотя можно было бы вообще взять какого-нибудь ниндзю и чисто им пробежаться ради того, чтобы... осмотреть поле боя и заработать деньги. Точнее, пронаблюдать за тем, как все бесчисленные прошлые я зарабатывают эти деньги. А сколько сейчас денег на экране, слушайте? Одни-два дредноута только десяточку стоят. Десяточку. Двушечка, десяточка, знаете, такая сейчас. Сейчас есть такой тренд. Так, давай. Вот я смотрю, прям чувствую, как все хотят уничтожить вертолёт. Прямо видно. Все прошлые я хотят уничтожить вертолёт. Всё-таки грамотные ребята они. Серьёзно. Так. А теперь вот... Давайте. Да, правильно. Прошлые я. Валим танк. Теперь, да, концентрируемся на вертолёте. Прошлые я. Чёрт, мой-то танк сейчас потечёт. Так что я, наверное, здесь отсижусь немного. Подожду, пока эти ребята там... Немножко... Немножко на себя выстрелы возьмут. Так. Так, давай. Я знаю, что прошлый я вынес этот вертолёт. И прошёл дальше. Я поэтому сейчас... Так, заранее снарядиками... Чёрт, вот мне бы... Сейчас... Сейчас рванёт меня этот сна... Да. Ну всё, зато у меня сейчас... А сейчас деньги не идут, нет? Нет, не идут. Ладно. За пять тысяч купим. На самом деле, скоро уже всё это... Все эти метарства закончатся. Потому что уже там... Дредноутов, по-моему, пять, когда накопится. Вот тогда уже такая нормальная будет моща. Единственное, что, понимаете... Действия всех прошлых меня... Они как-то не скоординированы. Вот. Вот этим ребятам не хватает координации. Прошлому мне, очевидно, не хватает послушности. Слушности и ума в том, чтобы как-то действовать вместе со мною настоящим. Так, да что ж такое-то эти снаряды всё. Вот я смотрю, один из прошлых я, он тоже, в общем, понимает эту фишку со снарядами. И старается прятаться за менее умным прошлым мною. Так, вертолётики, кстати. Вот, прошлые я в вертолётах, вообще красавчики, действуют правильно, абсолютно. Так, надо правильно укрыться. Ребята, молодцы, молодцы. Только если вы все пойдёте укрываться, то кто же будет укрываться-то, если вы все прячетесь? Всё. Ну давай уже, иди в наступление. Я помню, ты сейчас идёшь в наступление. У тебя по сценарию сейчас рывок. Во, правильно, иди. Ты там берёшь огонь на себя, а я его добиваю. Так, отлично. Всё, давай, взрыв. Пехота. Верхняя пехота. Быстро просто снять массов, как можно. Пять с половиной. Окей. Вот сейчас надо аккуратней. Вот сейчас надо аккуратней, потому что как бы мне не остаться без средствов-то. Поэтому я буду продвигаться осторожней. Так вот, тут демонстрация движения рук прошла успешно. Идём за ним. Но здесь опасно идти позади всей колонны, потому что мы рискуем вот эту всю ватагу дредноутов превратить в колонну. Потому что каждый последующий я будет стараться прятаться за предыдущими. Поэтому растянется этот отряд, он растянется географически. Не, ну вот прошлые я, которые управляли солдатиками, от них, конечно, видно, что здесь уже толку-то немного. Так, а чё это я вперёд-то вышел? Нужно вперёд пускать прошлых я. Так. Как бы мне со всем этим справиться, а? Интересно. Как бы мне со всем этим справиться? Но на самом деле, знаете, я знаю одного человека, который может со всем этим справиться. Это будущее я. Этот парень, он вообще, он всё сдюжит. Так. Вертолётик, отлично. Так, не, ребят. Чё-то, чё это я у вас на передовой? Вообще хитрецы, а? Давайте-ка вы немножко повоюете. Так, теперь по сценарию, короче, прошлый я. Ты выходишь. Добиваешь дредноута. Я тебе сейчас в этом помогаю. Вот прям сейчас помогаю. Всё. Ты идёшь, валишь пехоту, я валю танк. Сейчас ты взрываешься, я добиваю пехоту. О, а мы уже почти дошли. Видите вот эту башню? Вот эта башня, она является последним, так сказать, испытанием. Почти, почти, почти. Давай. Чутка осталось. Мне кажется, что вот этот заход, он сейчас у нас будет либо последним, либо предпоследним. Главное его не зафейлить. Вести себя аккуратно. Шквальный огонь. Дредноутов, конечно. А я, знаете, я буду настоящий я, то есть вот прям текущий, который с вами разговаривает. Он, пожалуй, не будет сейчас стрелять. Он пронаблюдает за происходящим, побережёт патроны, оценит диспозицию, обдумает тактику, пронаблюдает за тем, как тут маленькие, бесполезные солдатики под управлением прошлого я бегают. Не, ну за исключением вот этих ребят с катанами, они вообще классные. Даже если погибают, никого не убив, всё равно классные. Всегда, пожалуй, вот это всё. Эээ, прошлый я. Короче, там это, хорош прятаться. Давайте-ка, вперёд в нападение. Сколько снарядов летит, а? Так. Ещё, мелкими шажками. Не-не-не-не-не, не-не-не-не, я знаю, вы как бы, ребята-то, прошарены, пытаетесь там укрыться. Но мне сейчас нужно, чтобы вы нападали, чтобы вы прикрывали меня. Потому что моя задача, собственно, добить дредноута там, ну и постараться вынести эту башню. Хотя вот я не уверен, что я прям сразу её вынесу. Да и вертолётик надо было убить, чтобы он там не мешал. Вдруг мне ещё попытка понадобится. Так, и вот теперь, теперь, смотрите, вот этот погибает, отлично. Второй выходит, он вообще красавец, он дойдёт до конца, как известно. Мы сейчас с ним вместе вынесем вот этого дредноута. Бабах, всё, пошёл вперёд. О, подожди, так я не дошёл там? Прошлый я, оказывается, не дошёл прям до туда. Вот тут нужно бить чётко по пушке. Нет, этого захода мне не хватит. Причём даже есть у меня сомнения насчёт того, что у меня хватит следующего. Хотя нет, вот если в принципе так более-менее половину выношу... О, начинает появляться надежда, что я смогу её взорвать. Всё, я её взорвал, отлично. Захватываем флаг, мне тут же 100 тысяч вывалили. Ты захватил флаг, поздравляем. Использовано 29 солдат. Вот, слушайте, а так вот чисто зрительно, по-моему, выглядело, что я побольше использовал. Ну, что ж, друзья мои, вот мы с вами познакомились с проектом Masterj Army. Собственно, усатая армия или армия усов. Ну, тут они все как минимум с усами, видите, всякие разные. Вот у того с катанами такие маленькие, аккуратненькие усики. В общем, все они так или иначе бородаты. И, очевидно, пилоты танков, вертолётов и дредноутов тоже не лишены как минимум усов. Я выскажу надежду, что этот проект будет как-то развиваться. И мне бы потому что очень хотелось увидеть какое-то продолжение более такое интересное и объёмное подобного плана. Более такое объёмное и сюжетное. Ну, в общем, более игру, что ли. Игру побольше, которая не за три дня будет сделана подольше, но зато и покруче. Что ж, друзья мои, спасибо вам за внимание, так или иначе. И до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok